Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Epic 2011 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние стойки. Пришли у меня Каяба. Сейчас поднимаем, снимаем колеса, снимаем стойки и уже устанавливаем новые. Пыльники я заказывать не стал, у меня целые, отбойники целые. Побежала одна правая стойка, как я на предыдущем видео показывал. Поднимаем. Открутило я переднее колесо. Теперь сверху мы ослабляем вот эти три гаечки и ослабляем центральную гайку. Сейчас скажу, насколько здесь ключики. Центральная гайка у нас на 21. Да, пошла. За шестигранник не пришлось держать. А эти гаечки на чашке у нас на 14. И ослабляем снизу стойку. Я неправильно сказал, гайка не на 21, а на 19. Снимаем датчик, который у нас на резинках. Провод датчика ABS-CD. И откручиваем два полта. Размер сейчас скажу. Здесь у нас получается головка на 17. Сзади тормозной шланг у нас сидит на скобе. Снимаем эту скобу. Сейчас подберусь, покажу. Возьму отвертку и собью ее. Снимаем эту каекку. Снимаем. Ну, тоже. Выясняю. Вот такая скоба. Шланг мы вывели. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Придерживаем стойку И опускаем ее ДимаTorzok Вот такая у нас опора. Опора. Кстати опора здесь другая. У товарища на 2008 году эпика у него другая опора была. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Помечаем ее и стяжками стягиваем пружину. Ну вот стянул стойку. Откручиваем гайку и снимаем опору. Опору. Я наверное расснял сразу смажу подшипник. Сейчас его почищу, чтобы грязь не попадала. Раскрою и помажу его. ДимаTorzok ДимаTorzok Пыльник целый, отбойник целый. В принципе и стойка. Нет, ее стало подтягивать. Газ подкинуло с маслом вместе. Но газ еще весь не вышел. Но тем не менее стойку стало подтягивать. Вот она вышла. Я ее тяну дальше. Вытянул, отпускаю, ее втягивает. И вот это, что ее втягивает, получилось разряжение вакуум. Она в этом положении может простукивать. Поэтому однозначно ее под замену. Использовать будем фирмы Каяба. Вот такая вот. Номер ее 339790. Это должна быть правая сторона. Да, это правая сторона. Сейчас мы ее прокачиваем. В вертикальном положении. Вверх-вниз до конца 5-6 раз. Вот здесь хорошо видно. Вот она до конца выходит. Но ничего подобного. Она работает точно так же, как и родная. Поэтому родные стойки еще бы походили. Но я уже купил. Правая стойка побежала у меня, а левая целая. Но это, конечно, вниз идет гораздо туже старая. Вверх ей помогает выйти газ. Вот здесь прекрасно. Фундамый глазок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чищу подшипник Немножко почистил подшипник, грязь с него сбил Здесь по бокам защёлки, вот они такие И вот со стороны защёлки подбиваем его Всё равно ещё есть немножко Шарики посыпались, здесь всё уже практически сухо Собираю все шарики на место Сейчас посчитаю их И смажу Самое забавное Пол весь чистый Упало три шарика Я их поднял А не хватает, смотрите сколько шариков Это что, экономия? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать Шестнадцать шариков не хватает Очень интересно А я Сейчас посмотрю Я, по-моему, старый подшипник выкинул Если не выкинул, то сейчас с него переставлю шарики Нашёл подшипник, не выкинул я старый Помыл Смазал Лито, набил И поставил подшипники, добавил Кстати, в старом подшипнике, который на предыдущей машине я менял Тоже не хватало Но там не хватало меньше Там девять штук не хватало А здесь шестнадцать штук не хватало шариков Добавил В общей сложности здесь сорок восемь шариков Закрываем И защелкиваем её Всё Ну, это по пластику, когда он зажимается Входит на подшипнике Вот так вот В подшипник не догладывают шариков Ещё был вопрос, что вот этот отбойник Здесь даже по следу видно по шайбе Он пробивает резинку И посоветовали между чашкой и между вот этой шайбой Положить шайбу меньшего диаметра Но примерно два-три миллиметра с высотой Чтобы вот этот Чашка не пробивала до стойки Попробую Попробую, сделаю, поставлю Посмотрим, что будет Будет Положил я трёхмиллиметровую шайбу И прикручиваю Опору Да, на девять Добавил клуб Один Прикручиваем Комнаt Ну, остальное мы подтянем. Вот здесь даже по резьбе видно, что сейчас вот эти 3 миллиметра резьбы стало меньше. Раньше резьбы было больше за счет этой шайбы. Правда, и стойка другая. Ну, все, ослабляем стяжки. Снял стяжки. Подшипник крутится. Посмотрим, действительно, что это до шайбы, потому что на кочках, получается, пробивает вот это резиновое демпфер. Ну, не знаю. Не знаю, посмотрим. Берем стойку и устанавливаем ее на автомобиль. Берем стойку и устанавливаем. Берем стойку и устанавливаем. Ну, что, вверху я наживил. Теперь берем, наживляем здесь болты. Болты я смажу. Болты. Так. Болты. Субтитры сделал DimaTorzok И закручиваем Ставим на место тормозной штанг И фиксируем его скобой Устанавливаем на место проводку на датчик АБС И затягиваем Гайки крепления стойки Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы затягиваем гайки сверху На 14 И вот эта центральная на 19 Сейчас у нас на автомобиле стоит Поудобнее будет немножко все это сделать Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы правую стоечку заменили Аналогичным образом мы сейчас меняем Здесь теперь резьбы из-за шайбы меньше А вот этот колпачок теперь не садится А я его сейчас на пластилин посажу Будет закрывать Правую стойку мы заменили Аналогичным образом мы сейчас меняем Левую стойку Номер левой стойки 339-791 На единицу разница Та 90, а это 91 окончание Буду пробовать Потом уже в процессе Если кому-то будет интересно Отпишусь, скажу Какое изменение Какой результат Ну я не сомневаюсь Что результат будет хороший Разобрал Вскрываю второй подшипник Вот смотрите Сколько здесь тоже не хватает шариков Так вот это тоже на место положу И считаем здесь наоборот Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать шариков не хватает Специально? Удивительно Всего вам доброго